В след за Чебоксарами побежала вся страна. Столица Чувашия стала местом центрального старта кросса наций. Города, на который ориентируются все регионы, в рамках Всероссийского дня бега не выбирали никогда. В Чебоксарах массовые соревнования прошли в десятый раз подряд. Юбилейные старты стали поистине масштабными. С участниками кросса познакомился мой коллега Дмитрий Ковалев. До старта считанные минуты. Первые ряды у оранжевых лент любители спорта занимают задолго до начала забега. Миранда Кольцова – постоянная участница кросса наций. В этом году она решила дать фору школьникам и прийти к финишу раньше молодых. Четырехкилометровая дистанция пенсионерку не пугает. Мне 83 года. Я чувствую себя прекрасно. В жизни надо улыбаться, танцевать. Двухлетняя Наташа еще и читать не научилась толком, но уже занимается спортом. Перед кроссом нации родители тренировали девочку. На пробежке вместе с мамой и с братом она вставала каждое утро. Массовые старты для нее – это первое спортивное крещение. Первый забег нынче у нее. В следующем году будем продолжать тренироваться. Тренироваться только или… Бегать, бегать. Массовый забег начался с легкой руки олимпийской чемпионки Елены Николаевой. В этом году она стала главным судьей кросса наций. Но и раньше в статусе обычного участника спортсменка никогда не пропускала эти старты. Ну, лично для спортсменов любые соревнования – это как праздник. Приходим ощущать ту энергию, когда спортсмен рядом с спортсменом стоит, он же выходит, он выходит соревноваться. Каждый год в кроссе наций принимают участие семейные команды, школьники, студенты, работники заводов и профессиональные спортсмены. Кто-то пытается завоевать награды, но большинство горожан выходят на дистанцию ради своего удовольствия. Некоторые устремляются вперед даже с домашними питомцами. В этом году на Чуваксарские старты ориентировалась вся страна. И такая честь столицы Чувашии выпала не случайно. Республику уже давно называют одним из самых спортивных регионов. Систематически занимающиеся больше 30%. Есть традиции легкой атлетики, есть олимпийские чемпионы. Очень спортивное руководство. Власти республики подтвердили эти слова на деле. Глава региона, министры и депутаты преодолели символическую дистанцию – 2 километра и 14 метров. Так они поддержали предстоящую сочинскую олимпиаду. Настроение праздничное, спортивное. Ибо сегодня стартует вся Россия и вся Чувашия. Все те, кто любит спорт. Эстафетную палочку у ВИП-гостей приняли спортсмены. Для самых выносливых дистанция в 12 километров. Лучшим из лучших вручили медали, кубки и ценные призы. По традиции вместе с чебоксарцами на старт выходят и жители всех районов Чувашия. Каждый год Кросснация собирает под своими флагами более 50 тысяч человек. Но это только официальные данные. На практике всем желающим принять участие в соревнованиях даже не хватает фирменных футболок. Андрей Ковалев и Евгений Анисимов. Республика. Продолжение следует...